Сегодня мы поговорим с вами о педагогической деятельности Николая Ивановича Пирогова, основоположника педагогической науки, педагогической науки общечеловеческого воспитания. Николай Иванович Пирогов, один из выдающихся русских ученых, родился 13 ноября 1810 года и закончил свой жизненный путь 23 ноября 1881 года. То есть, по сути дела, его жизнь протянулась практически на весь 19 век. И особенности его биографии таковы. Он был основоположником мировой военно-полевой хирургии, анатомом, естествоиспытателем, теоретиком и организатором образования, а также публицистом. То есть, вот в начальных лекциях мы говорили с вами о том, что один из принципов изучения истории педагогики – это многогранность. И вот как раз на примере Пирогова вот эта многогранность, она и явлена. Конечно, Пирогов в большей степени известен как врач. И в 19 веке, вот это и имя Николая Ивановича Пирогова, оно было известно не только в России, а и по всему миру. Буквально, это был очень популярный человек, он был основателем военно-полевой хирургии. Он ввел медицинскую практику, институт медицинских сестер, операционных сестер. Он ввел практику проведения операций, анестезию в том виде, в каком она применяется сегодня. Он создал массу медицинских инструментов и виртуозно делал операции в самых экстремальных условиях. Например, во время Крымской войны он проводил операции в непосредственной близости от театра военных действий. До Пирогова по всему миру обычно была практика такая. Раненых воинов вывозили с поля боя и везли долго-долго-долго в тыл. И только в тылу проводили операции. Но многих не довозили, многие просто в дороге умирали. Так вот, Пирогов ввел практику так называемых медсанбаков. То есть операции в палатках проходили прямо в непосредственной близости от линии фронта. Да, конечно, это было очень опасно, но с другой стороны, вероятность оказания скорой медицинской помощи, она была более эффективной. И любопытно то, что он настолько виртуозно проводил операции, что о нем даже легенды слагали. Но одна из этих легенд такова, принесли Пирогову солдата с оторванной головой. Якобы Пирогов пришил голову и солдат побежал дальше упой продолжать боевые действия. Ну понятно, что это сказка, но тем не менее, вот в этой сказке есть некая доля истины. То есть это был, в общем-то, виртуозный врач, и он делал самые сложные операции, и в том числе знаменитому революционеру Джузеппе Гарибальди. Гарибальди был тяжело ранен в боях, и его сподвижники не могли найти врача, который мог бы пронести сложную операцию. И вот итальянские революционеры обратились к Пирогову. И Пирогов оказал такую помощь Гарибальди, причем это было довольно рискованно, потому что, с одной стороны, он рисковал своей репутацией, ибо Гарибальди был революционером, а Пирогов был государственным служащим. Ну, не в Италии, так в России. И в России, как всякого рода революционерам, в период жизни Пирогова относились, мягко говоря, негативно власти. И с другой стороны, вот, окружение Гарибальди, да как и сам Гарибальди, это были персонажи полукриминальные, как очень часто это бывает в революционерах, как правило, это люди, в общем-то, полукриминальные, а то и криминальные. Вот, и Пирогов проводил сложную операцию Гарибальди под надзором людей, которые готовы были в любой момент Пирогову просто убить, если что-то с Гарибальди, ну, было бы не так, если, например, Гарибальди умер. Но Пирогов решил рискнуть, он вообще был такой очень рисковый человек, вот, ему было интересен сам процесс, ему было все равно, там, зарежут его эти итальянские карбонари или не зарежут. Вот, он делал операцию, он помог Гарибальди, вот, и Гарибальди выстрелил. Вот, то есть, вот, такой вот человек был Николай Иванович Пирогов, то есть, он был потрясающий врач, но он, тем не менее, при всем при том, он был и замечательным педагогом, и организатором образования в России. Вот это очень интересно, он был и теоретиком образования, и практиком, вот, то есть, очень такой многосторонний персонаж. И известные массы его работ, причем они и не очень большие, но, вот, есть такая в России пособица, малзаводник да дорог, вот, то есть, например, ему основной труд педагогический, это небольшая статья, которая называлась «Вопросы жизни». Причем, интересно, что она была опубликована в микроскопическом ведомственном журнале «Морской вестик». Тираж был минимальный, но дело в том, что статья была такова, что эту статью буквально люди копировали, ну, тогда не было ксерокса в 19 веке, да, то есть, переписывали от руки, и вот в таких вот так называемых списках эта статья разошлась по всей Россию, читали повсеместно, вот, от Балтийского моря до Тихого океана, причем в совершенно разных местах, от царских дворцов до, вот, домиков крестьян и ремесленников. Вот, то есть, статья была очень интересная, мы о ней чуть-чуть, позже я об этом буду говорить. Вот, и эта же статья была переведена сначала на французский, потом на немецкий язык, а затем вообще на другие языки мира, и она буквально мгновенно, вот, охватила, эта статья, вот, она охватила, в общем-то, весь мир. Казалось бы, маленькая статья в маленьком ведомственном журнале в Российской империи, да, а резонанс был на весь мир, вот. Но мы об этой статье еще поговорим. Ну, а другие труды Пирогова, они даже с самих заголовки говорят, а много. Например, университетский вопрос. То есть, Пирогов занимался вопросами не только образования, например, начального или среднего, но и высшего, он был один из основателей Одесского университета в Одессе, на юге России. Вот, сейчас это территория Украины. Вот, ну и другая статья тоже с потрясающим совершенно заголовком, статья чрезвычайно актуальная, вот, для XIX века, она называлась так. Нужно ли сечь детей и сечь присутствие других детей? Да, уже сама постановка вопроса довольно интересна. Вот, ну, вот, если говорить о теории воспитания Пирогова, вот, она как раз заложена вот в этой статье «Вопросы жизни». Да и в других его работах он очень много писал. Он вообще был потрясающий публицист, да, еще вот, как бы, такая третья, да, грань его дарования. То есть, он врач, он организатор образования, он публицист. Вот, то есть, он вот на все руки был такой, вот, такой вот человек-комбайн, человек-оркестр, один. Вот, и вот целью воспитания, об этом он как раз писал вот в этой статье «Вопросы жизни», было формирование личности человека, полезного члена общества, высокодравственного и способного к самостоятельному мышлению. Это ему роднит с Дестервеком. Я говорил в предшествующих лекциях о том, что Дестервек выдвигал идею о том, что прежде всего необходимо воспитать человека в человеке, а уже потом гражданина, то есть, полезный член общества, полезный гражданин государства будет только в том случае, если будет человек хороший, нормальный. То есть, это понятно, вот, и вот любопытно то, что вне зависимости друг от друга Дестервек, Пирогов, они пришли к одинаковым выводам. Вот это интересно, что вообще педагоги в совершенно разных странах в процессе своей работы, они приходили, ну, в общем-то, к очень сходным результатам. То есть, есть некие универсальные такие принципы воспитания, ну, также и обучения. Вот, и Пирогов, вот, в контексте воспитания, считал важно, что воспитание, оно должно касаться, прежде всего, воспитания чувства собственного достоинства. Речь идет не о гордыне. Чувство собственного достоинства и гордыне – это разные все-таки вещи. Так вот, воспитание чувства собственного достоинства, считал Пирогов, у учеников невозможно без воспитания такого же чувства у учителей. И воспитание чувства собственного достоинства возможно лишь при ликвидации унижения личности. Вот этот вопрос очень интересный, потому что и до сих пор в школах и всякого рода других учебных заведениях мы, ну, частенько встречаем, к сожалению, такую ситуацию, когда вот учитель унижает ученика. А бывает иная ситуация, когда ученик унижает учителя. Такое тоже бывает, да? Вот, то есть, вот, Пирогов считал, что очень важно, очень важно иметь доброжелательные отношения между учениками и учителем. Вот, только в этом случае, если вот такая, например, обстановка в классе средней школы будет создана, ну, предположим, если мы говорим о средней школе, то есть, доброжелательная обстановка, доброжелательные отношения между классом и учителем, то, несомненно, учителю будет легче проводить воспитательную и учебную работу, это понятно. Вот, и, конечно, вот, унижение человеческого достоинства, оно недопустимо, недопустимо. Вот, дело в том, что, к великому сожалению, например, в Российской империи в 19 веке, да и в других странах в процессе образования, в случае каких-то проблемных ситуаций, применяли по отношению к детям физические наказания. Физические наказания. Причем, если мы говорим конкретно о Российской империи, то в Российской империи пороли детей в средних учебных заведениях и в начальных учебных заведениях, ну, вот, с первого по третий класс. То есть, если в среднем ребенок приходил в школу, там, в начальную или в среднюю, в 10 лет, то вот в 10 лет, в 11 лет, в 12 лет его пороли. Ну, в случае, например, нарушения дисциплины. Причем, поскольку обучение было раздельно, раздельно мальчиков и девочек, да, то есть, то, например, в женских учебных заведениях девочек также пороли вот в этом возрасте. То есть, вот такое вот было. И если мы говорим о начальной школе, да, ну, например, церковно-приходской, да, вот, сельской школе, предположим, ну, это касается и городского училища, то есть, начальное училище, начальная школа для жителей городов, то там пороли детей в основном березовыми прутьями, розками, да, это называлось березовой кашей. Есть такое русское выражение, березовой каша, да, накормить березовой кашей, это означает наказать. Вот. Но это было еще не самое, так сказать, страшное, пострашнее было другое, когда, например, провинившегося ученика или ученицу, это не важно. Ставили в угол, и, значит, вот, ученик или ученица должны были встать на колени на сушеный горох. И так вот несколько часов на этом горохе на коленях простоят. То есть, это вот такое вот наказание. Вот. Причем, вот, не нужно думать, что это наказание только вот практиковалось в начальных школах, например, для простолюдинов. То же самое было в гимназиях, например, да, то есть в средних школах, где, значит, учили в России, обучали детей из более высоких социальных слоев. То же самое. То есть, практиковалось плохо. Вот. Причем в гимназиях, например, пароли, например, это касается и мужских гимназий, и женских, да, пароли на так называемых козлах. То есть, была такая вот специальная такая вот особая установочка, она напоминала вот гимнастический снаряд, козел. Есть так называемый гимнастический снаряд. Вот к этому снаряду, значит, привязывали ученика и ученицу, 10 лет от рода или 11 лет от рода, да, и его или ее пароли в присутствии всего класса. Причем, если мы говорим о мужских гимназиях, то там кто парол? Ну, учитель парол. Было специальное такое должностное лицо, которому называли педель. Вот этот самый педель, вот, как правило, это был либо отставной солдат, либо вышедший в отставку сотрудник полиции, городовой, да, постовой полицейский. Вот. Ну, как правило, выходцы из, вот, простонародья. Но здесь интересный социальный момент был, да, то есть, например, солдат в Российской империи, в армии, да, их пароли. Это все хорошо, наверное, это знают, да, было такое наказание шпицрутанами, когда проведившегося солдата, или солдата, который был неугоден офицеру, его проводили сквозь строй. То есть, он шел через строй своих товарищей, и его товарищи должны были шамповами, которыми чистили ствол, ружья, бить, да, 90 ударов, и все, это может быть трудно. Вот такое вот. И многие солдаты проходили через вот это, да, кто-то умер, а кто-то нет. И у них это оставалось в памяти. И кто отдавал команду, да, офицер? Офицеры – это представители высших сословий Российской империи. И когда вот такой солдат после окончания службы становился педелем в гимназии, он всю свою вот эту неприязнь к высшему сословию, он реализовал на ком? На детях, да, которых наказывали, да, то есть, ему сказали наказывать, и вот он, ну, уж если не шпицрутанам, но вот этими самыми розгами, так называемыми березами каши, бил. Ну, а что касается сотрудников полиции бывших, ну, не секрет, что в России всегда, это и сейчас так, в отделениях полиции задержанных избивали. Избивают, это до сих пор так, это было и 100 лет, и 200 лет тому назад, это не новость нынешнего дня. И вот такой вот утер Пришибеев, так называемый, да, он попадал в гимназию. Ну, и он, так же, как он в полиции работал, да, как он избивал задержанных, так он и расправлялся с учениками, на которых показывал учитель, что их надо наказать. То есть, вот такая обстановка была нездоровая, обстановка абсолютно, то есть, детей нещадно пороли. То же самое и в женских гимназиях, только там не педили были, а классные дамы, то есть, это обычно нанимали женщин, как правило, незамужних, старых дев, да, у которых не сложившаяся личная жизнь, и они всю свою, простите за откровенность и удовлетворенность, они проявляли вот таким образом, вот, когда им говорили, накажите вот эту девочку, девочку в присутствии всего класса, значит, простите, раздевали, и вот эти привязывали к этим козлам, и пороли, это были дети, это девочки и мальчики в гимназию учились из, в общем-то, высших слоев общества. Это не крестьяне, но всем доставалось, то есть, школа это было нечто страшное вообще, вот, в Российской империи, то есть, и понятно, что детей унижали, это унижает физические наказания, потому что часто учитель мог, ну, в своем, какую-то неудовлетворенность или неприязнь к ребенку, да, вот, таким образом проявлять. Я уже не говорю о том, что порка применялась по отношению к взрослым, там, в других учреждениях, это тоже все было. В России это была просто беда, то есть, унижали человеческое достоинство на каждом шагу, и вот, Пирогов, вот, в своих статьях, да, он писал, что, если мы хотим кого-то вообще воспитать, нормального человека, ну, мы не должны его унижать во имя великой цели, ни в коем случае этого нельзя делать. Ну, то есть, вот, он впервые озвучил публично то, о чем все знали, но, как обычно, что? Молчали. Вот, то есть, вот такое. А Пирогов не молчал. Вот. И он был категорически противником, вот, физического наказания. Причем, вот, очень интересно, что, когда он был попечителем учебных заведений в Киевском округе, была такая должность, то есть, он отвечал, вот, в конкретном регионе Российской империи за работу учебных заведений от начальной школы до высшей. Вот, он был попечителем сначала в Одесском округе, а потом в Киевском. И вот в Киевском округе он попытался запретить в своем округе, на примере одного округа, запретить физические наказания. Но он был очень такой человек демократичный. И он обратился к директорам гимназии с вопросом, вы хотите запретить физические наказания или нет? Если хотите, то мы запретим, потому что, ну, понимаете, что мы не достигнем успехов в воспитании детей или подростков, или молодежи, если, вот, будем заниматься физическими наказаниями. И все директора гимназии сказали, нет, пускай физические наказания остаются. Вот, и вот интересный пирогов, его действия. Вот, он мог своей властью, конечно, запретить в конкретном округе физические наказания. Но он очень хорошо сдал Россию. А ему про Россию не понять. Аршин им, в общем, не измерить, писал поэт Федор Тючер. Он, поскольку он был демократ по натуре, ну что ж, он согласился с мнением подавляющего большинства, практически всех директоров гимназии. И он издал соответствующий документ, что да, порка разрешается, но при соблюдении некоторых бюрократических формальностей. То есть, если, например, ученик Петров, вторую дисциплину, учитель, должен написать соответствующий документ, отдать инспектору гимназии. Инспектор гимназии в течение некоторого количества времени, там, нескольких недель, должен рассмотреть этот вопрос. И в случае принятия положительного решения, передать директору. Директор также в течение некоторого количества времени должен вопрос рассмотреть. И если он согласен с тем, что ученик Петров должен быть выбор, он должен отправить это отношение, соответствующую бумагу, инспектору народных училищ данной губернии. Тот рассматривает тоже в течение некоторого количества времени, и после того, как он утвердит это наказание, он должен отправить это отношение уже к попечителю округа. Попечитель округа решает этот вопрос в течение некоторого времени о порке ученика Петрова и направляет это в Министерство просвещения. В Министерство просвещения попадает эта бумага к столу начальнику, то есть начальнику отдела департамента. Начальник департамента, самоначальник рассматривает эту бумагу в течение некоторого времени. Потом он отдает заместителю министра, товарищ министр, как тогда говорили, товарищ министр рассматривает то, что это, вот, и так далее, пока не дойдет до министра. Министр утверждает, что ученика Петрова нужно высечь, но идет время, да, то есть понятно, что сколько гимназий в России масса, сколько разрешен школ, много, вот. И все это вот идет о порке этих учеников, но понятно, что все это заканчивается чем? Ничем, да, вот. То есть Пирогов очень умно поступил, вот. И, в общем, в результате вот этого всего, вот, ученик Петров не подвергался физическому наказанию. Наверное, это понятно. Наверное, это понятно. Вот, и дело-то в том, что это было введено в одно только округе учебном, но на Пирогова смотрели попечитель других округов. И они мыслили как? Что если Пирогов это ввел, то, наверное, он же очень уважаемый человек был по всей России. Вот. То, может быть, и нам это сделать? И везде это, как бы, автоматически это все продублировали, попечили других округов. А итог был такой. В 1864 году в Российской империи были запрещены физические наказания любого уровня в школах. Вот. Это вот Пирогов. То есть он, как бы, вот, Россию знал не понаслышке, да? И он, как бы, решил эту проблему оптимально. То есть вот такое. Второй момент, касающийся воспитания. Пирогов считал, что очень важно в процессе воспитания воспитывать сознательность у учеников. То есть чтобы они поступали в результате, как бы, вот, осмысления той задачи, да, которую перед ними поставил учитель. То есть не потому, что вот учитель сказал, делай так, или вот поступай так. А важно, чтобы ученик, в общем-то, был мотивирован на сознательность. Он понимал, вот, необходимости верного действия. Ну и третий момент, он связан как раз со вторым. Пирогов обращал внимание на воспитание самодеятельной активности. То есть он считал, что очень важно, чтобы ученики были активны. Не только вот учитель на уроке, да, ну, понятно, что бывают учителя-виртуозы, да, вот, учителя, которые интересны, да, они вот как, у них урок как спектакль, да, вот, театр одного актера, мы говорили об этом термине, да. Ну, масса таких вот учителей есть, вот, которые могут виртуозно владеть вот этим методом повествовательным, да, он хорош, да, и если тем более, там, учитель актер, по сути, да, то у него будет это замечательно работать, но здесь есть такой один момент, что ученик. А вот ученик в этой ситуации может быть просто зрителем, да, а вот Пирогов говорит, что замечательно, когда вот учитель активен, но хорошо, когда и вот активность проявляет и ученика, и он поэтому предлагал учителям практиковать интерактивные методы. Вот, ну, что касается теории обучения, то есть дидактики Пирогова, то Пирогов считал, что процесс обучения должен быть сознательным, он должен исключать зубрёжку, то есть в процессе обучения должна пробуждаться мысль ученика. Ну, дело в том, что в России образование, к великому сожалению, да, например, в 19-меке, оно во многом зиждилось на зубрёжке, то есть заучивались тексты, вот, заучивались, да, вот, то есть, ну, можно выучить наизусть, вот, некий текст, можно его воспроизвести, но не знать, как бы, сути, да, вот, излагаемого материала, да, вот, ну, например, если мы говорим, там, такой блинской истории, да, ну, можно выучить параграфы из учебника, но абсолютно не соображать вообще в ходе исторического процесса, что это такое. То есть, а результат означает нулевой, то есть, от зубрёжки результат нулевой абсолютно, вот. Второй момент. В процессе обучения, считал Пирогов, должны переливаться навыки самостоятельной интеллектуальной деятельности, да, то есть ученик должен учиться что? Думать. Думать, да, но это вот связано с первым пунктом, то есть о том, что процесс обучения должен быть сознательным. То есть Пирогов очень такую важную тему затронул – культура мышления. Это до сих пор вопрос актуальный, потому что мы только думаем, что мы умеем думать. Зачастую проблема человека, одна из проблем состоит в том, что мы думать не умеем. А почему? Ну, потому что нас в том числе и в школе не научили думать, да? Вот. То есть, у нас часто бывает так, что мы думаем как учитель. У меня в моей педагогической практике был такой случай очень интересный. Вот. Я, значит, перед экзаменом проводил инструктаж студентов высшего учебного заведения и говорил, что вот, уважаемые коллеги, вот на экзамене у вас будут такие-таки вопросы, и вы должны аргументированно высказать свою точку зрения по данному вопросу. Не только то, о чем я вам говорил, но и свою. Что вы думаете по этому поводу? И после вот этого инструктажа ко мне подходят студенты и говорят, Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, а что надо-то говорить? Я говорю, ну, нужно обязательно выразить свою точку зрения по этому вопросу. А они говорят, вы нас не поняли. Вы нам скажите, как надо, и мы это сделаем. Это страшное вообще явление, да, когда люди мыслят чужими мозгами, свои в отключке не работают. Да, вот Пирогов как раз учил тому, что очень важно научить людей мыслить самостоятельно. Интересна вообще позиция Пирогова по организации образования в целом. Он считал, что общество и государство должны быть внимательны к вопросам образования. И его принцип, школьное дело, это дело общественное. То есть он много писал, много публично выступал на эту тему, что да, вот часто родители недовольны вот обучением или воспитанием своих детей в школах разного уровня. Вот. Но так если вы недовольны, то вы должны влиять на это, да, то есть общество в целом, да, оно должно, в общем-то, быть внимательным к вопросам образования, а и государству также. То есть не отдавать образование на откуп, например, только тем людям, которые занимаются, да, там, например, администраторы в сфере образования и учителя. То есть Пироговская очень интересный вопрос об общественном контроле, да, и о внимании государства, вот, к школьному делу. То есть вот это вот. Очень часто государство, например, делегирует свои полномочия чиновникам это образование. И чиновники творят, что хотят. Что хотят, то и воротят, да. Вот. То есть вот государство должно быть внимательным к вопросам образования, потому что это образование от обучения и воспитания, да, как раз и зависит от каких гражданин будут у государства. Вот. То есть это вопрос серьезный. Второй момент. Пирогов считал, что образование должно быть общедоступным и лишенным социальных ограничений. То есть вот по этой причине он предлагал, например, в случае, если учебное средение платное, плату за обучение снизить. А то и вообще сделать бесплатно, да. Вот. Кстати, он этого добился на практике. Вот. То есть, в общем-то, в Российской империи как раз вот в процессе деятельности Пирогова, да, и появилась, например, система такая, что в ряде случаев плату за образование снижали. Или, например, образование человек получил за казенный счет, да, там, и так далее. То есть вот такое. То есть то, что вот Пирогов, вот это интересно, то, что Пирогов говорил, он всегда это делал. Вот. То есть вот это как раз важно. То есть он не был таким вот теоретиком, вот типа Руссо, который говорил, вот тут надо было так сделать, а вот это лучше это. Вот Пирогов, если он что-то говорил, он это делал. Или, в общем-то, создавал условия для того, чтобы вот это все сделалось, да. Вот. Вот. И он считал, что важно, чтобы в школе учились представители всех сословий, да, то есть и крестьяне, то есть выходцы из крестьянских слоев, из рабочего класса. Вот. Он считал, что очень важно создавать, например, для взрослых воскресные школы, да, где можно было вот ликвидировать какие-то пробелы в образовании, например, да, если образование, ну, было минимально, предположим. Вот. По его мнению, образование должно было иметь четыре ступени. Первая ступень – начальная школа, вторая ступень – неполная средняя школа, третья ступень – школа полная средняя, и вот четвертая ступень – это высшая школа, да, то есть первая ступень – начальная школа – это церковно-приходская или городское начальное училище, Вторая ступень, неполная средняя школа, это прогимназия. Третья ступень, это гимназия или реальное училище. Разница только в том, что в гимназии образование в большей степени гуманитарное, а в реальных училищах в большей степени естественно-научное. И четвертая высшая ступень, это университет. И вот все эти ступени, они должны быть взаимосвязаны, причем средняя школа может иметь специализацию, я уже об этом говорил, даже неполная средняя. И вот оплата, например, высшего образования должна быть, по мнению Пирогова, разумной и щадящей. Ну вот интересно, что вот эта его теоретическая выкладка, она в России была принята за основу и вот уже во второй половине 19 века, да, и в начале 20 века, то есть дореволюционный период истории России, вот эта вся система, она работала очень неплохо. Вот это вот, по вот этой схеме Пирогова, причем, вот он как раз обращал внимание на взаимосвязь вот этих вот ступеней, да, это очень важно. Она, в общем-то, в Российской империи была. В советское время, к сожалению, вот этот опыт был растерян, к великому сожалению. Пирогов говорил о том, что эффективное образование, возможно, я еще раз это повторю, у него это был как рефренд, как припев постоянный, при наличии добрых взаимоотношений между преподавателями и учениками. Вот он это постоянно повторял. И это его роднило с Пистолуцей и с Яномосом Каменским. Да, помните, они говорят о том, что в школе должна быть обстановка максимально приближенная к обстановке в семье. Вот об этом же как раз очень много говорил и писал Пирогов. Потому что если отношения между учениками и учителем враждебны, толк будет минимальный. То есть, а может быть, вообще его не будет, и будет обратный результат, обратный тому, какие задачи поставил учитель перед собой. Пирогов также считал, что управление образованием в школах разных ступеней должно быть коллегиальным. Вот это был его принцип. Через деятельность педагогических советов. То есть, он считал, что, да, очень важен, например, такой персонаж важен, как директор гимназии, да, или директор там прогимназии, или начальник школы. Да, но вот педагогические вопросы, да, то есть, должны решать все-таки те люди, которые находятся, да, вот на передовой. Вот, то есть, учителя. И учителя должны, вот, составлять педагогические советы. Какие-то административные вопросы решает директор. Но вот воспитательно-учебные, вот эти самые педагогические советы, они не должны превращаться, по мнению Пирогов, в карательный орган, да. В советское время, например, на педсоветы, к сожалению, в советской школе превращались в карательный какой-то такой орган, да. Например, если ученика в советское время хотели исключить из школы, то его обычно куда вызывали? На пять совет, как бы на некий такой синедрион, да. Вот. Пирогов совершенно иначе мыслил. То есть, он считал, что очень важно, да, вот весь процесс обучения и воспитания, вот, как раз осуществлять через деятельность педагогических советов, и они должны направлять вот учебно-воспитательную работу. Вот. Также Пирогов считал, что школам разных ступеней следует распространять передовой педагогический опыт через взаимопосещение учителями уроков друг друга. Вот. И вообще, он считал, что очень важно, вот, общаться учителям друг с другом, чтобы они могли как-то делиться, вот, своими наработками, вот, ну, собственно, в этом смысле Пирогов не был оригинален, вот, потому что Ушинский, да, Константин Мишушинский, о котором мы говорили прежде, он тоже, вот, они же были современниками, они, вот, мыслили примерно в одном направлении. Ушинский тоже был сторонником вот этого обмена передовым педагогическим опытом. И сам Ушинский, да, например, раз в неделю в Петербурге, в своей квартире принимал учителей, в школу разных уровней, родителей, детей, вообще всех тех, кто интересуется педагогическим делом, вот, именно такие вот встречи по обмену опытом воспитания и обучения, да. И вот Пирогов считал, что, да, это тоже, вот, чрезвычайно важно. Если резюмировать вот это значение деятельности Пирогова, да, в целом, то она коренным образом изменила в лучшую сторону систему образования в России и оказала большое влияние на теорию и практику педагогики в Восточной и Западной Европе в 19-м, да и в 21-м веках. Деятельность Пирогова простимулировала внимание общества и государства к вопросам образования во всем мире.